Всем привет! С вами Андрей Болховский и в сегодняшнем видео у нас обзор Стелла Димаре Дубай. Отель Стелла Димаре Дубай Марина выполнен в форме 31-го этажного здания, открыт в 2019 году, имеет категорию 5 звезд и находится в районе Дубай Марина. А это значит, что у него выгодное расположение относительно разных объектов инфраструктуры. Это, конечно, не первая линия, пляж JBR находится в 10 минутах ходьбы, торговый центр Марина Мол в одном километре от отеля и для Дубая это вполне нормально, учитывая масштаб города и расстояние. Интерьер отеля оформлен в стиле арт-деко. Справа находится ресепшн. Некоторые сотрудники хорошо говорят по-русски, так как в отеле обычно немало русскоговорящих гостей. Холл просторный, есть кресла и диваны по обе стороны, где можно удобно посидеть. Посмотрим на территорию отеля. Она тут, конечно, небольшая, так как это городской отель. На территории отеля мы найдем несколько небольших зон отдыха. Тут находятся два бассейна, зонтики-шезлонги вокруг, несколько пальм. Для городского отеля я бы сказал, что это даже большая территория по сравнению с другими похожими вариантами. Дубай активно застраивается, особенно такой район, как Дубай Марина, который очень популярен среди туристов. Тут же находится пункт выдачи пляжных полотенец, которые упаковывают вам в пляжные сумки, каждая из которых имеет свой номер, который нужно вернуть и которые выдают вам под подпись. Гостям отеля предоставляется бесплатный трансфер до пляжа JBR. Это Jumeira Beach Residence и торгового центра Дубай Марина. Пляж я покажу вам в следующем видео, а пока собираюсь сходить на завтрак и показать вам ассортимент еды. По всему зданию можно удобно передвигаться на лифтах. В лифтах есть информационные таблички с местонахождением объектов. Они на английском и арабском языках, поэтому учите английский. Если вы его не знаете, хотя бы начальный уровень нужен для понимания элементарных вещей. На втором этаже находится бизнес-центр. Это место, где можно поработать. Тут есть стол для переговоров, стулья и далее отдельная рабочая зона за стеклянной перегородкой. Ресторан находится на первом этаже. Вход в ресторан осуществляется по номеру комнаты, в которой вы живете. Персонал имеет информацию, по какому типу питания вы проживаете в данном отеле. Отель работает по нескольким типам питания. Это завтрак, полупансион, то есть завтрак-ужин и полный пансион, то есть завтрак-обед и ужин. Завтрак происходит в основном ресторане, в котором мы сейчас и находимся. Ассортимент на завтрак вполне неплохой, я бы сказал даже большой для дубайских отелей. Формат питания шведский стол с выдачей еды персоналом отеля. Однако часть еды можно брать самостоятельно. Здесь вы найдете и готовые горячие блюда, можно приготовить омлет или яичницу, есть овощи, фрукты, выпечка, чай, кофе. В целом стандартный завтрак обычного отеля. Со своей стороны могу отметить, что все довольно вкусно. При заселении берите всегда концепцию отеля. Она есть в Стелла Димаре и на русском языке. Так вы будете знать, что и где находится и как работают объекты инфраструктуры. В отеле всего 369 номеров и сейчас мы посмотрим один из них. Стелла Димаре, Дубае, номер 1215, категория стандарт. Идем смотреть. Сразу слева на входе находится ванная комната. Она больших размеров. В ней есть и ванна, и душевая кабина, а также два умывальника, большое зеркало практически на всю стену. Напротив ванны находится шкаф. В шкафу халаты и тапочки, гладильная доска и утюг. Левее находится сейф. Под сейфом шуфлятки, в которых вы найдете фен. Еще левее набор для приготовления чая и кофе. Стаканы чашки. Ниже за дверцей находится холодильник. Он пустой, мини-бара тут нет. В комнате две односпальные, либо одна двуспальная кровать. Маленький столик со стульями. Есть телевизор. Мой номер находится на 12 этаже и с него открываются виды на город. Хочу отметить хорошую звукоизоляцию. Городской шум остается за окнами и не проникает в номер. На столе вы найдете меню спицей. Цены все вы видите. Они указаны в дирхамах. Для пересчета в доллары нужно разделить на курс 367. Если вы вдруг забронировали отель только на завтраках, тут можно заказать дополнительно еду. Кроме пиццы, доступны к заказу и другие блюда. Они находятся в отдельной книжечке на столе. В ванной есть весы, хотя вряд ли тут можно поправиться без все включено. Гладильная доска идет в комплекте с утюгом. Не забывайте, что в Эмиратах другой тип электрических розеток. Но посмотрите на эту конструкцию, для чего шнур от утюга прикреплен к доске. Неужели они думают, что гости будут забирать утюги с собой? Если вы знаете, для чего это сделано, напишите, пожалуйста, в комментариях. В номере вы найдете также ведро для льда и щипцы. Свет в номере управляется с помощью сенсорных панелей, расположенных в разных частях комнаты для удобства. Ванная комната имеет несколько режимов подсветки, которые управляются выключателем возле входа в нее. Разобраться также несложно. В номере фактически одна розетка, куда подходит европейская вилка. В другие розетки она не входит, поэтому вам пригодится переходник. Если вдруг вам мало одной розетки в номере, как и мне. Думаю, переходник при необходимости можно попросить на ресепшн. Розетка, куда подходит евровилка, находится возле телевизора. Не забудьте после включения вилки нажать рядом переключатель, чтобы включить в розетке электричество. Управлять светом можно и с помощью блока управления, находящегося между кроватями. Тут такая же сенсорная панель и здесь все по-английски, но при желании можно разобраться, потратив несколько минут. Ничего сложного здесь нет, все подписано. На крайний случай вы всегда можете использовать метод тыка до получения нужного вам результата. С этого же сенсорного экрана вы можете управлять и кондиционером, устанавливать нужную температуру, включать или выключать его. Рядом с этим экраном находится выключатель, который регулирует свет, который находится у кровати. Прикроватные лампы и служит для более быстрого доступа и управлению ими. На этом заканчиваем обзор номера и на очереди еще у нас будет краткий обзор спа-центра, который находится на втором этаже. Для доступа используем лифт. В лифтах зеркало мы видим на всю стену, что визуально увеличивает пространство и создается впечатление очень длинного лифта. На самом деле это просто зеркало. В отеле нужно везде носить маски и если вы об этом вдруг забудете или маску снимете, персонал будет вам настойчиво об этом напоминать. В спа-центре вы найдете тренажерный зал, в котором можно позаниматься. А также вам тут могут предложить спа-процедуры за дополнительную плату. Тут можно найти и небольшую уютную комнату отдыха. А на этом наш сегодняшний обзор подходит к концу. Надеюсь, видео про Стелла Димары вам понравилось. Если это так, ставьте лайк на это видео. Если хотите собронировать либо получить дополнительную информацию, контакты в описании под видео, либо телефон видите сейчас на экране. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok